Четыре, три, два, один! С Новым Годом! Наш любимый праздник уже очень скоро! Не теряйте времени! Покупайте подарки к Новому Году уже сейчас в Суперфарм! Десятки праздничных парфюмерных наборов на любой вкус от 199 шекелей! С Новым Годом от Суперфарм! Здравствуйте, друзья! Это программа «Тема дня» на канале ИТОН-ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. Вчера глава террористической организации «Хамас» Исмаил Хания провел пресс-конференцию, на которой в частности заявил, я цитирую, «У нас есть информация о том, что американцы предлагают палестинской автономии дать шейхам квартиры в деревне Абудис вместо Иерусалима и разделить Западный берег на три части». Чтобы понять, что вызвало такой гнев у Исмаила Хания, мы обратимся сейчас к нашему эксперту, военно-политическому обозревателю Александру Гольцекеру. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Итак, Абудис, город, деревня, Иерусалим не Иерусалим. Почему он так расстроился или разочаровался, или так рассердился, Исмаил Хания? Надо сказать, что впервые за долгий достаточно период мы впервые слышим от того или иного палестинского лидера, в принципе, компромисс, который варится уже много-много лет. Еще со времен, когда Эудольмин был мэром Иерусалима, очень много арабских деревень добавлялось к муниципальной территориальной власти города Иерусалима. Иерусалима, с некоторыми соображениями, тогда это оправдывалось социальными какими-то рамками, что необходимо эти районы восстанавливать так же, эти деревни, превратить в районы Иерусалима для того, чтобы с ними так же поступали, как поступали с другими районами Иерусалима. Не то, чтобы в других районах Иерусалима, например, в Гело, там просто творились чудеса с городом. Но, тем не менее, такие шаги проводились, проводились неоднократно. Американцы действительно видели две большие проблемы в Палестино-Израильском конфликте. Первая – это возвращение палестинских беженцев, вторая – это Иерусалим. И действительно, не знаю, кто первый из американских президентов начал вообще говорить о том, что границы Иерусалима не совсем понятны. И что называть Иерусалимом – это большой вопрос. Арафат отметал этот компромисс. Не знаю, как себя вел Махмуд Абас в этом смысле, но никогда вслух это не обсуждалось, что есть такая попытка выдать арабские деревни, которые либо прилегают к Иерусалиму, но при этом относятся к территориям Би, например, или те, которые действительно являются муниципальной частью Иерусалима, то есть районы, которые, скажем так, весьма спорно с точки зрения израильтян, но относятся к городу Иерусалим. Понятие такое растяжимое. Вообще, в принципе, Иерусалим так расположен, что уж очень много вокруг него можно называть на самом деле Иерусалимом. Это вопрос, так сказать, подхода, вопрос готовности той или иной страны об этом говорить. Впервые, мне кажется, если я не ошибаюсь, об этом заговорил вот сейчас Исмаил Хане. Ну, скажем так, я считаю, что это уже достижение, потому что, если, так сказать, в принципе это обсуждать, я не уверен, что квартиры шейхам должны давать в Абудис. Хотя американцы могут себе позволить такую роскошь. Но, тем не менее, если действительно говорить о неком компромиссе, то как раз мне кажется, что палестинцам будет достаточно даже чисто символического Иерусалима, потому что для них это будет достижением цели. А мир, в принципе, устал от того, что палестинцы не готовы принимать никаких компромиссов в своем, так сказать, сопротивлении существования государства Израиль. То есть, любые переговоры, они упираются в эти две точки и дальше никуда не двигаются, поэтому, честно говоря, они всем в этом смысле надоели. И поэтому им, если уж действительно они заговорят о каком-то продвижении в создании палестинского государства, о каком-то признании, я думаю, что для них символики будет достаточно. Абудис, Абудис, назовут это Иерусалимом, неважно. Что касается еврейской страны, вот тут я боюсь, что будут проблемы, потому что, скажем, такое решение о том, что мы готовы допустить вообще, чтобы какая-то часть израильской территории называлась Иерусалимом и при этом была столицей будущего палестинского государства, я думаю, что с точки зрения политического расклада мы еще не совсем к этому готовы. То есть, скажем, если с этой идеей появится сегодня Бениамин Нетаньягу, я боюсь, что у него в коалиции будут большие проблемы с этим, гораздо больше, чем будут, так сказать, проблемы со стороны палестинцев, которым, ну, в принципе, так, если честно разобраться, они-то уже давно привыкли к тому, что Иерусалим является столицей государства Израиля. Они за это деньги получают? 300 тысяч арабов получают деньги? Ну, скажем так, это не главная причина того, что они уже смирились с этой идеей. И просто с 49-го года достаточно понятно, где находится КНЕС, где находится министерство, многие, кстати говоря, где находится Верховный суд, и поэтому, в общем-то, вопросов не возникает. Они возникают только для того, чтобы затягивать переговоры или откладывать их на определенный срок, возникали до сих пор. Возможно, эта пресс-конференция Исмаила Хани, она станет каким-то, ну, что ли, переломным этапом, тем более, что, что касается лично Исмаила Хани, его гораздо больше беспокоит судьба города Газа, чем города Иерусалим, его лично, потому что, так сказать, он возглавлял очень долго Хамас в Газе, и для него, как бы, самое главное – это накормить жителей Газа. В меньшей степени его волнуют палестинцы, которые живут в Иерусалиме, неважно, что он при этом говорит, важно, о ком он заботится в первую очередь. И поэтому до того, если мы говорим об Исмаиле Хане, то для него вот речь о Иерусалиме, она вторична, потому что сначала нужно разобраться, является ли сектор Газа, он частью будущего палестинского государства, как обстоят дела с так называемым перемирием с ФАТХом, потому что, ну, оно на самом деле пока что никуда не движется, не очень-то там у них все складывается. Непонятно сферы ответственности за, например, безопасность сектора Газа, за, наоборот, так сказать, готовность нанести удар по Израилю в случае чего из сектора Газа. Непонятно, кто за это отвечает. Непонятно сфера ответственности на КПП с Израилем, на КПП с Египтом. Поэтому пока что этот проект не очень притворяется в жизнь, и поэтому, так сказать, Иерусалим это уже, так сказать, попытка забежать слишком далеко вперед в этом продвижении. Точно так же, как, если говорить о переговорах с израильтянами, конечно, каждому американскому президенту и его администрации хочется как можно больше в этом смысле сделать, чтобы заработать эти кадры, где на зеленой лужайке, так сказать, посредине стоит американский президент, слева от него Махмуд Аббас, справа Бенемини Таньягу и подписывает очередной договор. Но пока что мы очень далеки от этого, и мне кажется, что путь, когда, так сказать, выдвигаются решения окончательным целям, да, а Иерусалим и палестинские беженцы, это, наверное, все-таки те две цели, которые пока нужно отложить. Еще есть инфраструктура, есть система здравоохранения, есть система образования, есть масса всего, что можно обсуждать с палестинцами, промышленность, торговля, все что угодно. До того, как затрагивать эти две болезненные темы, тем более, что, повторюсь, израильское общество сегодня не будет готово принять даже Абудис, который слэш Иерусалим, столица палестинского государства. Мы сегодня к этому не готовы, я уверен, что, так сказать, даже какая-то, так сказать, идеологическая обработка общества, она не приведет к должному результату, рано еще об этом говорить. Палестинцам, может быть, проще, может быть, лучше это затрагивать, особенно сейчас, когда, так сказать, тема Иерусалима снова всплыла, и она снова очень горяча, потому что, так сказать, вот и Америка признала, и Гватемала признала, и в ООН американцы воспользовались правом вета. То есть, все это очень горячо сегодня, и как вот, тему Иерусалима сегодня продают, как с утра вот горячие булочки, то есть, вот, вот, ничего не происходит, раз, оп, вспомнили в том или ином контексте про Иерусалим. То есть, израильтяне, мы говорили с вами недавно об этом, иногда вспоминают в качестве, так сказать, ветки метро, да, то есть, Иерусалим. Палестинцы говорят о том, что вот пытаются нам продать Абудис, как Иерусалим. Это нормально, это с точки зрения политики нормально, особенно с точки зрения политики Ближнего Востока, где мы цепляемся за каждую ниточку, так сказать, может быть, чего-то вот, что должно вызывать определенную реакцию у того электората, который мы представляем. А Исмаил Ханья, он представляет электорат, точно так же, как и сраилька со своей стороны. Поэтому надо к этому относиться, так сказать, с определенной долей осторожности. Исмаил Ханья просто достал из старого сундука некое предложение компромисса, который, если я не ошибаюсь, еще в самом начале своей карьеры Билл Клинтон выдвинул в качестве... В 95-м году там даже построили здание для парламента. Выдвинул в качестве какого-то такого вялого компромисса в надежде на то, что вот появились условия для мирного соглашения, которые могут подписать Ицхак Рабин и Ясир Арафат. Этого не случилось, поэтому он просто достал из старого сундука какую-то старую ненужную вещь. Достал и для того, чтобы еще раз напомнить о себе, о Иерусалиме, о том, как это важно, и о борьбе палестинского народа заодно уже тоже туда же. Но не более того. Но, с другой стороны, мы же помним, что до второй антифады в Иерусалиме легально действовало, было открыто такое здание, которое называется Орентхаус, и оно было официальным или полу... Официальным, по сути, не полуофициальным, а представительством палестинцев. Официальным с точки зрения палестинцев, но Израиль никогда его не признавал как некую официальную структуру. Это, если я не ошибаюсь, была гостиница изначально, где они просто... Да, но действовали они легально, то есть никто их не закрывал. И только во время второй антифады их закрыли. Нет, в преддверии второй антифады уже появились рейды израильской армии внутрь, когда первые... Еще тогда не называли антифады, когда начались первые теракты, но еще не называлось это антифадой. Действительно проходили обыски в Орентхаус, действительно задерживали людей, которые там работали. Да, эта символика, она присутствовала. Смотри, мы переживали в этом смысле очень много разных этапов отношений с палестинцами. Люди, которые в Израиле живут давно, они рассказывают о том, как можно было в Дженине спокойно совершенно припарковать машину, оставить в ней ребенка, пойти купить семечки, да, то есть насколько это было безопасно. Есть люди, которые рассказывают о том, что они приезжали, так сказать, ездили в сектор газа из кибуца, которые расположены неподалеку от сектора газа, где они ездили в сектор газа на велосипедах для того, чтобы закупать там овощи и фрукты. То есть были такие времена тоже, потом началось, так сказать, активное сопротивление, да, и с одной стороны, с другой стороны, начали говорить о, так сказать, мирном соглашении, которое вызвало тоже какую-то волну сопротивления для того, чтобы, ну, что ли, запустить вот эту вот машину, которая стала для многих в палестинской автономии просто бизнесом. То есть пока мы боремся за создание палестинского государства, можно зарабатывать деньги. С одной стороны, с другой стороны, так сказать, Израиль готов был тратить деньги на безопасность своих граждан, готов до сих пор, на самом деле, вот, чтобы, так сказать, обеспечить эту безопасность, в том числе прекращая существование некоторых символов, таких, каким был Ориент Хаус. То есть, если мы, так сказать, не живем в мире, то и вот этого вот совместного, так сказать, проживания на этой территории, в нем тоже нет необходимости. И это все-таки борьба за символы. Я возвращаюсь к началу разговора. Почему палестинцам будет легко признать Абуди с Иерусалимом? Потому что они легко отказались от Орент Хауса, как бы, да, например. То есть, это только символика. Это только символика. Пока, вообще, эта борьба лежит в совершенно другой плоскости. То есть, это Иерусалима еще далеко. Иерусалим – это где-то в конце, когда уже все будет ясно. Кто платит за систему образования? Кто платит за аэропорт? Кто платит за морской порт? Кто это строит? Намывает там остров или не намывает остров? Вот когда все это будет ясно, тогда можно поднять вопрос Иерусалима, когда уже будет ясно, что речь действительно идет о государстве палестинском. Пока речь идет о неком виртуальном государстве, которое хочет существовать. Они даже не хотят существовать, они хотят, чтобы их признали. Это такая бесконечная борьба за их признание. Кто их признает? Футбольная федерация, Интерпол, ООН, ЮНЕСКО и так далее. Это может длиться бесконечно, пока это приносит определенные доходы лидерам палестинской автономии. Эта борьба оправдана. Как только это прекратится, нужно будет строить государство. Нужно будет наоборот тратить деньги, нужно будет искать спонсоров, чтобы оплатить все эти расходы. В том числе и на символику. Поэтому Иерусалим в последнюю очередь должен сейчас интересовать. И относиться к этому нужно с определенной долей ограниченной ответственности. Хорошо, а не можем ли мы судить по такому эмоциональному выступлению Исмела Хане о том, что было сделано такое предложение, во-первых, и оно вызвало одобрение тяжеловесов арабского и мусульманского мира, в частности Саудовской Аравии и Египта. То есть, может быть, он волнуется, что уже за него все решили, и в том числе и Абумаз и Наббас тоже выразил, скажем так, отсутствие несогласия с этим. И поэтому он бесится. Ну, я на самом деле вот так вот окончательно, окончательный вердикт выносить не возьмусь. Могу предположить, что Исмаила Хане обеспокоит собственный статус, потому что, возьмите ситуацию, он возглавлял Хамас в Газе достаточно много лет. При этом за все время его правления он не сделал столько всего, сколько сделал за один год Ехис-Ануар, который его сменил на этом посту. Однозначно. То есть, у него с одной стороны его подпирают, так сказать, лавры величия бывшего заключенного, который отсидел 17 лет в израильской тюрьме, Ехис-Ануара, который пришел и началось какое-то движение, то есть, новое направление с Египтом какие-то контакты, с обумазанным, пусть вялым, но тем не менее, началось какое-то движение, какие-то поиски привлечения денег, появились контакты, появились механизмы, которые либо позволяют продолжение поступления финансов на территорию сектора газа, либо наоборот останавливают, понятно, в каких случаях останавливается, и понятно, каким образом возобновлять, чего не было в эпоху правления Хании. Это с одной стороны. С другой стороны, мы его сейчас называем лидером Хамаса, но при этом Халид Машель не торопится его выпускать из сектора газа, и Смел Ханья продолжает оставаться в секторе газа, а он бы хотел находиться где-нибудь в Катаре, то есть, чего-то гораздо большего, чем то, что у него было до сих пор. И он оказался как-то вот между стульев, что ли, да, то есть, уже не лидер Хамаса в Газе, не получает за это свои, так сказать, заголовки, и еще не полноценный лидер Хамаса, потому что Халид Машель на него давит постоянно, скажем, Халид Машель – фигура гораздо более известная. И поджимает снизу Яхис Ануар. Я думаю, что кто-то вот из окружения Исмаила Хания сказал, что он должен просто о себе напомнить, потому что единственный, кто вспоминает про Исмаила Ханию сегодня – это Виктор Либерман, министр обороны Израиля, который ему готов, так сказать, вспомнить все, что было связано с той эпохой, когда Исмаил Ханию возглавлял КамАЗ в Газе. Больше про него никто не помнит, то есть, уже забыли про эту фигуру. Вот он и решил о себе напомнить. Спасибо. Что, дорогие друзья, это был комментарий от нашего военно-политического эксперта Александра Гольцекера. Была программа «Тема дня» на канале ТОН-ТВ. В студии был Михаил Юровский и Алик Гольцекер. С Новым годом, всего хорошего, оставайтесь с нами, до свидания.